МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, барнаульца Михаила Седова, которого несколько дней назад похитили в индустриальном районе Барнаула и повсюду искали правоохранителей, волонтеры нашли мертвым. Тело 38-летнего мужчины обнаружили в лесной местности недалеко от поселка Булыгина. Следователи рассматривают все версии убийства. Подробности в сюжете Ирины Корчагиной. Родственники, друзья и коллеги Михаила Седова до последнего надеялись найти его живым. Хотя оперативники накануне говорили, что шансов на это практически нет. Сегодня в час дня более 50 волонтеров опять должны были приступить к очередным поискам, но тут поступил сигнал от Следственного комитета. Тело Михаила Седова было найдено недалеко от поселка Булыгина, рядом с озером Пионерское. Сейчас здесь ведутся следственные мероприятия, работают криминалисты. На территорию никого не пускают, лишь только родственников вызвали на опознание. Мужчина пропал 2 октября в 10 часов вечера в районе гаражно-строительного кооператива на улице Малахова. По словам очевидцев, между ним и неизвестными лицами произошел конфликт. Михаила Седова поместили в багажник его же автомобиля и увезли. Позднее машину барнаульцы нашли на лесополосе в районе нового Власихинского кладбища. В настоящее время в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. За расследование особо тяжкого преступления, которое произошло в индустриальном районе, взялись самые опытные следователи края. По их словам, у них уже есть подозреваемые в совершении убийства. Со слов очевидцев был составлен фоторобот. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости. Прокуратура железнодорожного района краевой столицы инициировала проверку по факту размещения на территории парка Барнаульская крепость Кальянной. Напомню, заведение работало несколько месяцев, а на днях экстренно закрылось. Как выяснили наши корреспонденты, Кальянная под таким же названием имеет еще одну точку в городе на улице Лазурной. Наша съемочная группа накануне пообщалась с ее сотрудниками, которые не подтверждают факт, что на территории парка Барнаульская крепость размещалось именно их заведение. Хотя на официальном паблике компании в социальной сети есть ролик о летней веранде в парке. Ваша социальная сеть? Вот колесо обозрения. То есть вы не можете подтвердить, что это то самое заведение? Я не знаю. Я не сказал, что никакой информации я сдавать не буду. Кстати, на наш вопрос, как связаться с директором заведения, нам вновь не ответили. Хотя в прокуратуру и не поступала жалоба со стороны родителей детей, отдыхающих в Барнаульской крепости, по факту размещения курительного заведения в парке аттракционов проведут проверку. Ну а мы тем временем ждем ответов на наши запросы в Роспотребнадзор и районную администрацию. Решение можно назвать историческим. После двух лет обсуждения депутаты Камня-Наби сегодня подняли тариф на тепло до 2300 рублей за гикокалорию. Это на 20% больше ныне существующего и убыточного для коммунального предприятия, которое обслуживает город. Правда и новый тариф ситуацию исправит незначительно. Анастасия Дороган продолжит. Будущая зима может дорого обойтись каменским властям. На очередном гурсовете топительный сезон вновь тема дня. Бюджет на топливо пересмотрен единогласно. Два миллиона мы уберем с исполнительных листов и направим на формирование резервного запаса угля. А пока уголь в Камне есть лишь на первое время. Почти 2000 тонн. И следить за его расходом будет старый МУП, который почти банкрот. Продержать на плаву его должен новый тариф на тепло. Казалось бы, высчитать его просто. Исходные данные – 260 миллионов рублей. Это все расходы предприятия за прошлую зиму. Разделить на количество вырабатываемой энергии, то получится сумма тарифа 2457 рублей за гикокалорию. Если брать эту сумму с НДС, то получится сумма 2900. Это сумма платы за одну гикокалорию для безубыточной работы предприятия МУП «Каменские теплосети». Но депутаты, которые уже два года бойкотируют рост тарифа, на слово не поверили и взялись за свою арифметику. Установить 2300 ЦНДС – это более чем средний показатель района Алтайского края. Мы просчитывали еще с весны, у нас тогда тариф выходил. В то время тариф выходил. Теперь подъема цен на уголь и на электроэнергию – 244 рубля. На сегодняшний день подняли цену. Сегодня тариф на тепло – 1846 рублей. Этого хватает, чтобы частично закупить уголь и выплатить зарплату сотрудникам МУП. Долг предприятия на сегодня – 100 миллионов. Поэтому сейчас из 35 котельных без света – 22. Общее мнение депутаты вырабатывали во время закрытого продолжительного перерыва. Но 20 минут ни к чему не привели. Ни один из вариантов тарифа кворма не набрал. Депутаты собрались было вновь отложить вопрос, но переголосовали. В итоге утвердили 2300 рублей за гикокалорию. Каменских чиновников решение разочаровало. Тариф по-прежнему убыточен. Депутаты должны принять решение по источникам покрытия этих убытков. Наверное, на данный момент, учитывая ситуацию, это хорошо. Теперь утвержденный тариф необходимо экономически обосновать. Если его одобрят, новая расценка появится в квитанциях в декабре. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Фигуранты Барнольдских дел об экстремизме не спешат радоваться предложению президента, который выступил за смягчение наказания по уголовной статье возбуждения ненависти или вражды. Поправки Владимир Путин внес в Госдуму. Президент предлагает перевести дела по такой статье в административное производство. Но лишь для тех, кто впервые унижает достоинство человека по признакам пола, расы и национальности. Если в течение года подобное деяние будет повторяться, лишь тогда человеку может грозить уголовное наказание. В моем случае идет длящееся преступление. То есть первое изображение, которое я сейчас сохранил, датируется 12, 13, 14 годом, где-то так. И заканчивая 17, последнее, в январе. Касательно этого непонятно, что будет и коснется ли эта поправка как-либо вообще меня. Даниила судят как раз по 282 статье возбуждения ненависти и вражды. Парень один из четырех молодых людей, которых в Барнауле привлекли за экстремизм. Другая подсудимая, Мария Матузная, также считает, что поправки, если и помогут, то лишь тем, кто нарушил закон в будущем. В свою очередь, правозащитники уверены, что больших перемен ждать не стоит. Они высказывают мнение, что упомянутой статьей просто не будут пользоваться. Ведь есть и другие. Например, о призыве к экстремистской деятельности и оскорблении чувств верующих. Адвокат Левушки Роман Ажмегов уверен, что после таких появлений поправок число экстремистов резко вырастет. Ведь завести административное дело намного проще, чем уголовное. Но в любом случае, рассуждает он, даже более мягкое наказание все равно скажется на биографии человека. Статья, которая будет говорить о том, что ты экстремист, только административный, она остается. Поэтому возникает вопрос о том, что формулировка-то та же самая, то есть об экстремизме, скажем, идет речь. И здесь любой работодатель в дальнейшем будет думать об этом, нужен ли нам такой экстремист или нет. Необходимо конкретизировать непосредственно, за какие именно правонарушения, преступления применяется данная статья. Сегодня учители отмечают свой профессиональный праздник. Во многих школах края сокращены уроки, их, кстати, ведут ученики. День самоуправления, ну, добрая традиция. Но мы решили рассказать вам о людях, которые выбрали для себя эту благородную профессию учитель. Посмотрите, пожалуйста, на столы. Как вы думаете, какую тайну сегодня мы с вами будем открывать? На уроках Надежды Галаховой, учителя о биологии Первомайской школы Бийского района, каждый ученик – волшебник. И пусть и вместо мантии, шляпы, шапочка и лабораторный халат. Здесь обычные явления природы, такие как прорастание семян, превращаются в чудеса. Так, по мнению Надежды Владимировны, гораздо проще объяснить детям школьную программу. А это уже другой класс – лицея номер 24 города Рубцовска. Идет урок музыки. Более 20 лет своей жизни Наталья Горбунова посвятила этому предмету. Она включает детям свою любимую классику, и романцы не требуют от них мгновенного понимания и восприятия этих сложных для современной молодежи жанров. О чём же это музыкальное произведение? О чём? Цветы, старая сосна, да? Учительница нам помогает прояснить всю ситуацию, что происходит во время мелодии, как она была написана, при каких обстоятельствах и кем. Эльвира Казанцева давно на заслуженном отдыхе, но она до сих пор учит уже не детей, а своих ровесников. Семь лет назад женщина организовала поэтический клуб «Родное слово», в котором собрала творческих единомышленников. Она сама пишет сценарий для праздников, один из ближайших – «Вечер памяти Кобзона» и по возможности выпускает книги с произведениями своих студийцев. Они стали писать стихи сами. Эльвира Геннадьевна, вот у меня почему-то стих вышел. Ну, прочитайте. Ну, вы будете смеяться. Ну, я не буду смеяться. Я не смеюсь. Все наши героини убеждены, учитель – это не просто профессия, это призвание. Ведь полностью посвящать себя детям способны только настоящие педагоги. И они сегодня принимают поздравления. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости. 15 детских садов Барнаула получили премии главы города. В день учителя подвели итоги конкурса на лучшее дошкольное учреждение. Напомним, голосование проходило 9 сентября, причем инициатором его проведения выступили сами педагоги. Всего проголосовало 70 тысяч горожан. На поддержку лучших садиков из бюджета краевой столицы выделили 5 миллионов рублей. За третье место 5 дошкольных учреждений получили по 200 тысяч, еще 5 по 300 тысяч за второе. И пяти детским садам-победителям досталось по полмиллиона рублей. Один из них – садик научного городка, в котором воспитывается 295 ребятишек. За него проголосовало несколько тысяч жителей из сразу шести населенных пунктов. Детскому саду более 50 лет, поэтому 500 тысяч рублей. Значительная поддержка, говорит заведующая. Очень много нужд, и на благоустройство, конечно, хотелось бы, ну и другие нужды в детском саду существуют. Премию мы решили направить на ремонт музыкального зала и также благоустройство спортивной площадки для детей. Но тем временем эксперты алтайского отделения ОНФ предлагают усовершенствовать систему распределения путевок в детсады. Поводом послужило обращение бывшей жительницы Москвы, которая переехала с ребенком в Барнаул и долго не могла добиться перевода сына в детский сад, простаивая в огромных очередях на получение путевки. С такими трудностями сталкиваются многие родители в Барнауле. Эксперты ОНФ предлагают, в частности, активнее информировать жителей о способах поставки очередь в детские сады и наладить систему автоматического оповещения о получении путевок. Ведь нередко многие пропускают свою очередь, потому что их не оповещают. Чиновник не обязан звонить, потому что, конечно, очень большое количество людей, большой поток желающих получить место в детском саду. Поэтому, конечно, одно из главных предложений региональным органам власти, от экспертов Общероссийского Народного фронта обратиться в службу технической поддержки электронной очереди, для того, чтобы было автоматическое оповещение тех, кто зарегистрирован. Кроме того, не все родители знают, что зарегистрировать ребенка в очереди можно не только на сайте системы электронной услуги, но и на портале госуслуг. Эксперты ОНФ в Алтайском крае предлагают размещать информацию об этих способах в местах приема граждан, в комитетах, департаментах, то есть там, где скапливаются живые очереди. В Барнауле будут восстанавливать Петропавловский собор, разрушенный в 30-е годы прошлого века. Ранее он располагался на нынешней площади свободы. Как это сделать, учитывая интересы не только церкви, но и ученых, а также простых горожан, обсуждали накануне в Барнольской епархии. С какими трудностями, возможно, столкнутся организаторы масштабного проекта, знает Илья Кочетков. Петропавловский собор. По заверениям историков, это здание постройки 18 века было одним из первых каменных сооружений города. До того, как его разрушили в советское время, он был настоящим центром духовной и общественной жизни города. О восстановлении этого храма, это восстановление нашей истории, нашей преемственности. Это утверждение статуса нашего города как губернского центра. О восстановлении храма говорили давно. Год назад к проекту подключили архитектора Александра Деринга. Вместе со священником Георгием Крейдуном они провели большую исследовательскую работу. Результат – два проекта. Один точно воссоздает прежний храм, второй – более приукрашенное решение. Какой выбрать, пока мнения разделились. Все признают, Площадь Свободы – одна из узловых точек исторического центра. Архитекторов заводят куда, направить потом транспорт. Скульптор Анатолий Щетинин настаивает, чтобы памятник репрессированным лишь немного сдвинуть. Представители Алтая охранкультуры напомнили о проведении археологических раскопок накануне строительства. Сошлись в одном. Важно учесть и мнение рядовых горожан, для которых площадь – излюбленное место прогулок. Мы все за храм. Я считаю, что достаточно много храмов и в Нагорном парке в ближайшее время восстановили. Я за площадь. Я с уважением отношусь к таким темам. Но я всегда сюда прихожу, в этот сквер. Мне он очень нравится с молодости. Инициаторы проекта признают – обсуждать и вносить правки в проект еще предстоит. Окончательно не определено и на какие средства будет идти строительство. Скорее всего, понадобится краевое и даже федеральное финансирование. А пока собравшиеся подготовили обращение губернатору края и мэру Барнаула с просьбой поддержать проект. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края ясно и очень тепло. В Бийске и Рубцовске до 17 тепла, в 18 белокурихе, в Олеське до 20 тепла. В Барнауле ясно, ветер восточный слабый, ночью до 3 выше 0, днем до 19. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле прежней – 722 440. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин